Всем привет, мои любимые пупсики! Сегодня у нас сладкий день, а все потому, что наконец-таки мы с вами откроем адвент-календарь от Милка. И да, кстати, с вами снова Ямаша и Фуди. У него сегодня шкодное настроение, поэтому он может шкодничать вокруг, сзади, спереди и на моей голове. Та-да-да-дам! Вот, ребята, наши календарики. У меня два адвент-календаря от Милка, и это стало уже нашей тоже новогодней традицией открывать календари от Милка. Первый календарь у нас на 31 день, то есть здесь прям идеальный подсчет до Нового года с 1 по 31 день. И видно, что этот календарь специально к этому году, потому что тут нас встречает тигра, типа привет! Выглядит, по-моему, очень-очень достаточно прикольно и хорошо. Двери между собой общаются, тут и белки, и скунсы, и даже Санта-Клауд, смотрите, вешает колокольчик на елочку. Ну, короче, прикольно. Такой адвент-календарь можно купить в среднем от 900 рублей до где-то 2000 на зоне, почему-то какие-то нереальные цены на него, там бы по 1500-1700. Я, по-моему, купила в перекрестке за 900 рублей, вроде как, если я не ошибаюсь. Ну, а второй адвент-календарь у нас уже на 12 сладких моментов. Так он у нас и называется. Откройте 12 сладких моментов. То есть здесь будет 12 окон. Он в среднем стоит 600 рублей, где-то, опять-таки, 800. В общем, цены разные, нужно искать, где выгоднее. Он продается в том числе и в Метро. Мы его покупали в Метро с Денисом. Мы сегодня откроем оба-два, посмотрим, что какое лучше, какое круче и что же все-таки лучше купить. И да, у меня есть вот такая вот досочка, которой мы будем что-нибудь резать. И чай, чтобы что-нибудь запивать. Если я буду пробовать, с тобой что-то новенькое. Погнали! Какова красота! Какова красота! А если тебе не хватает каковой красоты учебы, работа, дедлайны, это серая погода за окном, уже надоели? Тебе срочно не хватает ее. Каковой красоты! Да, ребята, это не просто коробочка, а бутибокс с самой клевой и поднимающей настроением косметикой для ухода за собой. Днем ты точно себе найдешь то, что поднимет тебе настроение. Даже с самым унылым и хмурым днем. Так что давайте я вам покажу, что же вошло в этот бутибокс. Во-первых, очень клевые, охлаждающие, жидкие патчи, которые лучше хранить в холодильнике. И с этими патчами ты забудешь о том, что они могут скатиться на твою щелку. Вид с обычными, так всегда и происходит. Так что жидкие патчи ванн лап. Кстати говоря, они еще безумно вкусно пахнут. Какой-то жвачка баблгам, что-то такое клубничное. Ну, в общем, запах просто муа. Самый милый микс для ванны. Это соль для ванны с цветочками. Ребята, вы только посмотрите, как это красиво выглядит. Я уже жду не дождусь, когда снова приму ванну именно с этим миксом. От одного только аромата можно реально расслабиться. Кстати говоря, о ароматах и о расслаблении. Эта штучка тебе точно поможет, если ты вдруг что-то как-то не можешь уснуть. Переволновалась и так далее. Берем спрей. Вот так вот пшикаем, вдыхаем и наслаждаемся. Ребята, здесь собраны различные эфирные масла, которые очень хорошо тебя расслабляют. Убаюкивает, можно так сказать. А если вам конкретика нужна, то тут аромат лаванды и бергамота. Кокосовый отшелушивающий скраб с натуральными частичками кокоса, морской солью и эфирными маслами. Ребята, это просто блаженство. Ощущение, словно ты превращаешься в какую-то Рафаэлку в прямом смысле слова. Давайте я вам покажу поближе. Ну какова красота, ребята. Это настоящая кокосовая стружка и соль. Боже, пахнет просто невероятно. Я уже жду вечера, когда смогу этой штуковинкой себя обаюкать снова, потому что это реально очень вкусно. Ну и то, от чего я просто в полнейшем восторге. И раньше я такого никогда не видела. Шиммеры для ванны, ребята. Это не нужно слышать, это надо увидеть. Так что погнали, покажу. У меня есть с мяткой и с лавандой. Ну что, ребята, вы готовы? Булькаем, 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 булькаем. Ну какова красота, ребята. Посмотрите, перламутры, блестки. Просто все, что нужно для понятия настроения. Какова красота. И теперь давайте посмотрим, какого же цвета будет шиммер для ванны с мяткой. Честно говоря, я с ним еще не купалась, поэтому будет очень интересно посмотреть воочию. По цвету я вижу, что он очень бирюзовый и супер мятный. И, господи, вы бы знали, как я обожаю запах мяты. Вау, это просто пушка. Божечки, я хочу принять эту ванну. Представляете, что будет, если наполнить этим всю ванну и устроить фотосессию? Мне кажется, 100 тысяч лайков не обеспечены. Ну или вам, если возьмете такой, какова красота бутербокс. Данный бутербокс был выпущен компанией Кэрлис. Совместно с Антаной Новиковой, чтобы поднять каждому из вас настроение. Чтобы вы такие птички проснулись и улыбнулись. А если не улыбнулись, то взяли какое-нибудь средство и точно улыбнулись. Кстати говоря, каждый средство, что попало в бьютибокс, можно купить и отдельно. И да, ребята, у меня для вас очень классная новость. По промокоду, который вы видите на экране, можно получить скидку в 20% на Азоне. При покупке бьютибокса, какова красота? Или любого другого продукта от этого же бренда, какова красота? Лично от себя хочу дополнить, что все продукты безумно вкусно пахнут, что меня безумно радует. И от этого их использование становится еще более интересным, веселым и действительно поднимающее настроение. Так что переходите по ссылочке в описании. Обязательно пользуйтесь моим промокодом на скидку. И балуйте себя, своих близких, друзей и знакомых. И тем более совсем скоро праздники. Я думаю, такова, какова красота порадует каждого. Так что вы знаете, что делать. Ссылочка в описании. Начнем мы, наверное, с этого маленького. Я думаю, будет логичней. Тут специальные есть вот такие вот штучки, за которые можно потянуть. И дверка-то и откроется. Тут 93 грамма. 93 меньше 100 грамм, прикиньте. Это же очень мало. Ну что, давайте смотреть. Та-да-да-дам. Вау, как красиво, ребят. Посмотрите. И окна так далеко друг от друга находятся. Они все-таки красочные, яркие. Много новогодних персонажей. Давайте найдем первый день. Вот он. Открываем его. Тут мишка с каким-то бурундуком. О, и здесь мы находим желтую конфету. Она в форме яйца. И мы ее будем резать. В том году были такие же конфеты. Я, честно говоря, не помню, с чем они уже внутри. А внутри тут очень много белой начинки. Я все-таки попробую. Это конфета с орехами внутри. Дробленый фундук, скорее всего. Безумно вкусно. Второй день. А, тут все прям подряд идет. Смотрите, вот второй. Что, серьезно? Ребят, камон. Такая же конфета. Второй раз подряд. Отстой. Третий день. Если будет все то же самое, я вообще буду орать. Может, они разные там по вкусу? Не может быть. Потому что вкусы отличаются по цвету этикеток. Сто процентов. Я знаю. Я посмотрела с обратной стороны. Ну, то есть, тут разные показаны. Ладно, ребят, спойлер. Ну, вот они. Все, спойлер засчитан. И тут такая же конфета. Три дня подряд вы получите одинаковые конфеты. Лейдвен календаря это не весело вообще. Четвертый день. Ура! У нас, наконец-таки, что-то новое. И здесь у нас обычный классический шоколад Милка. Он самый обычный, самый классический. Сейчас посмотрим. Скорее всего, без начинки. В том году, кстати, кто не видел, я сравнивала наш российский Лейдвен календарь Милка с европейским. Посмотрите, они разные были. Та-да-да-да! Идеальный срез. Это действительно просто обычный молочный шоколад. Но Милка безумно вкусный шоколад. Так что можно даже это снова не проверять. Пятый день. А где? А, вот. Ура! Наконец-таки, Дедушка Мороз. Эти ячейки отстойно открываются. Буду вот так открывать. Вообще неудобно на столе, честное слово. Он такой маленький. Это напоминает фигурку из киндера. Но я его порезала. Он такой был веселый, с подарком. Но что-то пошло не так. Ой, прикольно. Смотрите. Тут шоколад двух форматов. И молочный, и белый одновременно. Это я должна попробовать. Он достаточно жесткий. Не скажу, что молочный шоколад как-то отличается от белого снизу. Вообще, как будто белый шоколад снизу имеет такой же вкус, как молочный сверху. Но в целом, конечно, вкусно. Следующий день у нас шестой. Ура! Наконец-таки Милка Орео. Кто не знает, голубые конфеты это Милка Орео. То есть внутри вы находите белое пролине. Такое же белое, как и в первый, второй, третий день. Только заместо шоколада здесь частички печеньки Орео такие черненькие. Это очень вкусно. Следующий день седьмой. Это он? Да. Мне просто так сильно светит. Ничего не видела и лучше бы это не видела, ребята. Это такая же конфета Милка Орео. Отстой. Восьмой день. Тут был дедушка, который свалился. Ура! Наконец-таки я его не повредила. Смотрите, какой прикольный дедуля. Это такой же черно-белый шоколад. Вернее, молочно-белый. Девятый день. А тут уже цифры разбросаны прям конкретно. Это самый отстойный Двен календарь за свои-то деньги. Капец, его купите за 800 рублей на Азоне. Прям расстройство, ребят. 12 конфет за 800 рублей. Лучше Рафаэлку подарить. А, если что, это не Милка Орео. Прошу прощения. Это другая Милка, не Орео. В форме яйца и, по-моему, из пасхальной коллекции вообще. Да, ребят, зацените. Прошу прощения еще раз. Тут такие маленькие цветные конфетки. Я забыла их вкус, поэтому попробую. Они, по-моему, так немножко взрываются на языке. Ничего не взрывается. Да, они со вкусом малины, типа каких-то ягод. Ребят, реально вкусно. Такие конфеты можно купить целую пачку. Такую прям нормальную пачку. За 100 рублей. Типа прям Милку-Милку. На кассе обычно продаются. Я уже все ножи зафигарила в шоколад. Поэтому открываем пальцами. Десятый день. И здесь такая же Милка-динозавр, будем ее называть. С цветными конфетками внутри. Остаются две ячейки. 11 и 12. О, Милка с карамелью, ребята. Интересно, она будет одна такая или будет такая же в 12-м не? Короче, там жидкий центр в виде карамели. Думаю, что многие видели подобные шоколадки от Милки. Они очень популярны. Не, они слишком сладкие, честно говоря. Последний 12-й день. Отстой. Вообще полный. Тут конфета. Динозаврическая. Это реально полнейший отстой, ребят. Камон. Это какое-то неуважение к покупателю. Эдвен-календарь. Полное фуфло. Прям разводилово на деньги. Он безумно, конечно, красивый. В качестве подарка норм. Но получается очень дорого. Рублей за 400 сойдет. Ну, а так, как бы. Мне еще и деды одни попались. Тут, прикиньте, вместо Дедов Морозов могут попасть либо снеговик, либо олень. А мне попало два деда. Смотрите. Никакого разнообразия. Давайте посмотрим, что нам дает QR-код. Не зря жили он здесь. Привет. У меня для тебя кое-что есть. Погает жестко. Короче. Я не вижу нежных подарков. Не ожидала тигра такой нежности? А зря. Хочешь сделать нежный подарок для близких? Ну, говори быстрее. Но сначала зарядись волшебной нежностью. В киндере было круче, честно говоря. Серьезно? У меня камера... Это я должна ртом. Сложно. И у меня теперь есть еще такая фоточка. Тема, конечно, прикольная, что они вообще это сделали. Но, честно признаюсь, в киндере было лучше. Да. Надеюсь, что видео вышло. Я всегда так говорю. Потому что, ну, не знаю, вышло оно или не вышло. Теперь переходим к этому гигантскому адвент-календарю, вес которого уже 240 грамм. В полтора почти раза больше, чем предыдущий. Та-дам! Ой, без этикетки он вообще очень красивый. Знаете, вот прям по-праздничному. Хочется верить, что здесь будет намного больше конфеты и что-то будет супер новое. Давайте сделаем так. Я его сейчас весь открываю. Если тут будут какие-то новинки, то я их попробую, скажу, вкусно или нет. А если тут все классическое, то, собственно говоря, это будет классическое. Ищем первый день. Я вообще ничего не вижу. А, это 11. А, вот, ребята, первый день. Ничего не открывается вообще. Получилось! Первый день мы получаем конфетку Милка Орео, которая напоминает кусочек, отловленный от шоколадки, только в индивидуальной упаковке. Второй день было бы классно, если было бы здесь, в общем, тут все разбросано. Вот. Да-да-да. Яйцо динозавра с мелкими цветными конфетками внутри. Третий день. Вот. Что-то совсем маленькое. Ой, тут Дедушка Мороз. Я его расковыряла случайно. Его, кстати, сложно достать всегда. Мне попался еще один дедушка, хотя тоже, я думаю, могут попасться олень или снеговик. Но мне достался дедуля. Четвертый день. Дедушка. Вот, да. Это конфетка Милка Орео. Они, по сути, вообще не отличаются особо только формой. По вкусу они одинаковые, честно говоря. Пятый день. Тоже где-то там. Тоже где-то здесь ты видел? Ребят, пятнадцатый. И вот пятерка. Ой, ребят, смотрите, какое большое окно. И снова повторка. Типа на пятый день ты получаешь то же самое, что и на первый. Милку Орео в форме шоколадки. Шестой день. Шестая ячейка. Ты где, шестерочка моя? Седьмой. Запоминаем, где седьмой. А шестой глобально ищем. Ты видишь? Шестнадцатый нашла. Вот. Моллюска. Моллюска. О, пингвин. Это ж зачем тебе так сюда? Прям сильно-то. Ого, он был наполовину распакованный. Не понимаю, почему, ребят, смотрите. Он реально распакованный. И тут у нас пингвинчик. Шоколад двойной. Молочный и белый. Цифра семь. Ой, так нужно аккуратно открывать. Я всю фольгу уже сняла. По цифре семь мы получаем тоже шоколадную фигурку. Только это олень. Олений рок. Оленинку прям получили. Где восьмерка? Блин, что-то мне вообще не нравится. Все одинаковое. Скажите, отстой. Можно столько всего зафигачить в календарь. Орео шоколадка. Вернее, конфетка. На восьмой день. А вот на девятый хочу получить что-нибудь новое. Какую-нибудь новинку, которую не было в предыдущих адвент календарях. Хотя бы уж. Я уж не говорю, что какая-то прям супер новинка. Хотя бы то, чего не было в самом календаре. Олень. Ребята, его невозможно достать, его не порвав. Вернее, эту этикетку. Мы получаем еще одного шоколадного оленя. Десятый день. Первая желтая конфета такого формата. Это конфета с кусочками орехов. Вернее, это яичное яйцо. Оно же реально в форме яйца. Одиннадцатый день. Мне даже, честно говоря, грустно. Я сижу и грущу. Мне вообще не весело. Ну, мне типа весело, но не очень. Не так, когда киндер открывала. Когда я киндер открывала, то у меня была просто искра, буря и эмоции. Желтенькая. Двенадцатый день. Кстати, там все календари были веселые. Хоть они были разные, но и веселые. Двенадцатый вот маленький. Сложно, я хочу так открыть вообще. Да то же самое. Как так подряд, ребят? Вы заметили? Три конфеты подряд одинаковые. Это какой-то стрём. Серьезно. Это прям неуважение. Тринадцатый день. Чисто по себе хочу сказать. И могу сказать чисто. Судить, если по мне. То я бы хотела эти конфеты получать в разные дни. Я беру этот набор, чтобы пить с ним кофе по утрам. И четыре дня подряд получаю одинаковые конфеты. Потом еще одинаковые четыре дня подряд. Мне кажется, не очень. Хотя бы могли бы как-то разбросать по всему календарю. И вообще бы претензии особо не было. Да, много одинакового. Но не подряд ведь, ребят. Но не подряд. Вы как считаете? Напишите в комментариях. Может, наоборот, для кого-то это плюс. Тринадцатый день нас реально не порадовал. А вот четырнадцатый где? Это двадцать четыре. Вообще все плохо видно. Вот четырнадцать. Та-да-да-дам. Еще одна. Я в шоке, ребят. Тринадцатый день. С тобой такая же, я буду орать. Ура, наконец-то. Зато почти целая неделя была одно и то же. Сейчас у нас Милка Орео. Яичко. Шестнадцатый день. Хочется куда-то это повыше вам сюда поставить. Но я прям не могу так открывать. Неудобно. Знаете, в чем прикол? Что это тоже Милка Орео. Да, другая форма. Но по вкусу-то мы получим одно и то же. Вообще лол. Что, семнадцатый вот здесь? Да, счастливо. Вот он, ребят. Оператор даже засыпает. Яйцо Орео. Оператора не засыпайте, пожалуйста. Вы мне еще нужны. Короче, знаете, к концу видео камера такая пух вниз. Да-да-да, типа такого. Яйцо динозавра. Яйца динозавра было всего лишь три. Значит, сейчас еще пять найдем. Девятнадцатый день. Тигр, прости. Ха! Подряд! Я же говорила, снова Орео яичко. Двадцатый день. Та-да-да-дам. Яйцо динозавра. Двадцать первый день. Как-то прям тухло совсем. Давай, двадцать первый день. Удиви меня. Двадцать седьмой. Ой, еще одна. Их что, семь будет в итоге? Целая неделя? Я так полагаю, что практически целая неделя состоит из этих желтых конфет. Посмотрите. Уже шестая в коллекции. Ну, это прям дофигище, я считаю. Двадцать второй. Ты если видишь, то говори, ребята, вы видите? А, вот двадцать два. Да, е-мое, подряд такая же. Им только такие конфеты выделил бюджет или что? Двадцатый третий день. Это прям... Я сейчас буду материться. Но это нехорошо. Они бы могли комбинировать голубая-желтая, голубая-желтая, голубая-желтая. Но мы тут получаем снова яичный динозавр. И у нас их раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Трэш. Это реальный трэш. Двадцать четвертый день. Вот, двадцать четыре. Ура! Наконец-таки. Наконец-таки. Не конфета, а шоколадка. Это снеговичок. У нас он теперь второй. Теперь двадцать пятый день. Я думаю, тут тоже будет какой-то снеговик. И не какой-то, а такой же снеговик абсолютно. У нас три снеговика. Та-да-да-дам! Двадцать шестой день. Конфета какая-нибудь. Что логично. Зато какая, ребята? Милка, яйцо, орео. Их пока что меньше всего. Всего лишь пять. А что еще сейчас будут? Двадцать седьмой. Вы серьезно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь желтых конфет. Я не понимаю, у Милки такой огромный сортимент вкусов. Клубника, черника, тирамису, всякие вафли, изюмы. Почему нельзя с ними взять конфетки маленькие и сделать вот такие же маленькие конфитулечки? Типа как со вкусом орео. Также у вкуса орео есть куча разных ответвлений тоже там с арахисом и так далее и тому подобное. Ну, куча всего. Это странно. Двадцать восьмой день. Яйцо орео. Двадцать девятый день. Где-то вот здесь видела. Вот оно. Так, надеюсь, тут что-то новенькое. Не вижу, где вскрывают. Ну, ладно, тут открою. Милка орео в форме конфетки, вернее, шоколадки. Тридцатый день. Все, ребят, две ячейки остается. Такая же подряд конфета, шоколадка, орео. И последний тридцать первый день такая маленькая ячейка, лол. Это же Новый год уже. Отстой. И тут мы получаем Милка орео яичко. Вообще, ребята, даже на Новый год ничего нового. Давайте посмотрим, что у нас есть в итоге. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь конфет яйца орео. Семь конфет зеленые. Семь конфет желтые яйца с орешком. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть почему-то конфет динозавриков. Пять конфет шоколадка орео. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. И шесть шоколадных фигурок. Официальный отстой. Никакого разнообразия. Все, что было в прошлом году. Ну, если, конечно, вы просто любите сильно Милку и не любите разнообразие, тогда, конечно, календарь классный. Но почему-то всегда хочется разнообразия, тем не менее. Просто знаю, что они могли бы сделать больше. Знаю, что такая как бы цена высокая. А можно купить, наверное, семь можно полноразмерных шоколадок купить, если не десять за эти деньги. Смотря за сколько купил этот адвент. Реально, на него цена калибрица я видела за 1700 на озоне. Калибрица, ребята, калибруется, как калибри. В целом, конечно, шоколадки вкусные. Ко вкусу нету претензий нету никаких. Но вот к ассортименту претензий есть все то же самое, что было и в том году. Ничего нового. Ну, в общем, вы поняли. Пишите в комменты, стали бы вы себе покупать этот календарь. Я уже купила такие календари на подарки, поэтому я была уверена, что они будут классные. Но ничего страшного. Надеюсь, всем понравится. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите в комменты, как вам эти календарики. И все такое. Увидимся с вами в новых роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok